здравствуйте уважаемые подписчики и зрители канала про цветок рада приветствовать вас я пашкевич анна и в этом видео мы с вами разберемся когда же правильно и вовремя собирать плоды томатов в зависимости от того в какой стадии спелости они находятся плод томата в среднем растет около шести недель от момента оплодотворения цветка и это время соответствует тому времени сколько растет семя как только семена выросли плоды томатов начинают постепенно возревать и вот первые шесть недель когда томаты растут эта стадия называется зеленые стадии или растущей стадии зависимости от того кому как привычнее и когда мы смотрим на наши томаты они типичного в среднем темно-зеленого цвета насыщенного зеленого цвета по мере того как наши томаты переходит в следующую стадию они начинают постепенно окрашиваться в более белесый цвет приобретая такую молочную или восковую окраску эта стадия называется стадии молочной спелости или восковой спелости что происходит с плодами в этот момент семена уже выросли они начинают также как и плоды созревать постепенно увеличивается количество углеводистых веществ в самих плодах в частности крахмала и начинается более интенсивный отток пластических веществ из листьев растения к самим плодам если мы будем убирать томаты на этой стадии то можно сказать что мы не доберем именно биохимическими компонентами теми веществами которые находятся в самих плодах как бы не доберем вкусом и полезностью поэтому на стадии роста на стадии зеленого цвета плодов скорее всего нет необходимости собирать плоды конечно если мы не говорим о том что срочно нужно спасать оставшиеся плоды от например фитофторы после того как растение вступило в фазу молочной или восковой спелости как я уже говорила увеличивается содержание крахмала в принципе в этой стадии можно уже начинать собирать томаты но также нежелательно потому что по-прежнему в самих плодах содержится небольшое количество тех питательных компонентов сахаров витаминов ликопина которые характерны в принципе для этих растений после того как плоды томата у нас переходят из восковой в бланжевую спелость они как правило становятся такими более бурыми начинают буреть и что происходит в этой стадии созревания плодов здесь начинается увеличение сахаров увеличение витаминов здесь идет пропорциональный рост тех основных питательных биохимических компонентов которые содержатся в плодах поэтому на бланжевой стадии можно уже задумываться о сборе плодов томатов дозаривание таких собранных плодов в среднем будет происходить течение двух двух с половиной недель если у вас есть в этом необходимость то можно уже приступать к сбору плодов томатов на стадии бланжевой спелости следующая степень созревания или спелости плодов это розовая спелость когда томаты еще не совсем окрашены до той характерной окраски которая им присуща по сортовым особенностям а находится в таком более светлом виде вот это розовая степень является тем наиболее оптимальным сроком сбора плодов которые вы можете для себя обозначить потому что как правило в стадии розовой спелости томатов в плодах содержится максимальное количество биохимических показателей или питательных компонентов в среднем такие помидоры будут уже полностью созревшими через 45 дней то есть если вы их снимаете то буквально там меньше недели и они уже будут полностью готовы к тому чтобы их употреблять ну и на розовой стадии также можно употреблять вот и последняя стадия это стадия полного созревания или стадия красной спелости желтой спелости в зависимости от того какого сортового цвета или гибридного у вас томаты это могут быть мы знаем есть и зеленоокрашенные плоды и темноокрашенные темно бордовые черные и всевозможные окраски то есть та окраска которая заявлена у вас производителем семян что происходит с томатами в этой стадии здесь к сожалению уже постепенно снижается количество сахаров в частности увеличивается количество кислот и чем дольше томаты находится на растениях тем ниже по питательным компонентам для них становится становится их биохимический состав не скажу что это очень критично и не так сильно критично там буквально незначительно но идет снижение и если мы будем оставлять уже полностью вызревшие плоды томатов на растениях очень часто они являются источником проникновения различных грибных инфекций бактериальных инфекций потому что это уже более мягкие ткани также они как правило начинают трескаться терять свою товарность и подобные неприятные моменты поэтому я вам рекомендую убирать томаты в лучшем случае стадии розовой спелости также можно убирать их стадии бланжевой спелости ну и если совсем того требует условия то конечно же молочная спелость что пресс что делать с томатами когда мы их собрали в стадии бланжевой или молочной спелости мы их можем и должны дозаривать дозаривание у нас как правило происходит путем выкладывания томатов в один слой тогда они быстрее дозариваются если мы их выкладываем несколько слоев то сроки дозаривания постепенно растягиваются также для того чтобы ускорить процесс дозаривания температура должна быть порядка 15 градусов чтобы снизить она должна быть порядка 10-12 градусов если температура ниже 10 градусов то к сожалению такие томаты начинают загнивать также есть установлены и химические способы дозаривания томатов которые направлены на более быстрое протекание этого процесса это обработка томатов этиленом если нет этилена то тогда можно среди томатов снятых и положенных на дозаривание положить один или два уже зрелых томата они будут выделять газ этилен и таким образом будут сигнализировать и способствовать тому чтобы вокруг лежащие томаты бурые или молочные более интенсивно и быстро созревали также есть такой способ как введение обычной водки это было научно доказано и из расчета ориентировочно пол миллилитра 40 процентного спирта через шприц вводим ориентировочно на ну на плод граммов 300 то есть не на маленький плод она такой относительно среднего и выше среднего размера плод помимо этого можно томаты конечно одномоментно обрабатывать различными растворами например горячей водой даже горячей водой там порядка 60 градусов и таким образом это будет являться дополнительным фактором который даст сигнал томатам что надо интенсивнее уже дозариваться плоды томатов лучше собирать в сухую погоду если позволяют утренние часы то делать это утром если нет если там рост на конденсат в теплице то тогда лучше отодвинуть эту манипуляцию ближе к обеду к обеденным часам чтобы все-таки было более сухо и меньше распространялись какие-либо инфекции мнение разделяются на предмет того оставлять томаты полностью созревать на кустах или все-таки собирать их и дозаривать в домашних условиях конечно когда мы оставляем томаты на кустах это и более эстетично и более приятно мы заходим в наши теплицы парнички собираем готовые плоды солнышко как нам кажется делает свое дело и томаты такие более сладкие более приятные на вкус но когда мы снимаем томаты не полностью созревшие то мы разгружаем растения мы даем возможность более дружному и более интенсивному созреванию тех плодов которые на нем остаются мы снижаем риск развития различного рода заболеваний также я знаю есть регионы как у которых плоды томатов особенно когда они полностью созревшие остаются на растениях их любят употреблять различного рода вредители например те же самые слизни также необходимо понимать что когда мы собираем растение собираем плоды томатов и дозариваем их то мы растягиваем сроки потребления томатов в свежем виде надеюсь что в этом коротком видео я сформировала у вас понимание когда же правильно и вовремя собирать плоды томатов оставайтесь на канале подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч